Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире природные красоты Западной Армении. Гора Катта. Армяне Османской империи во французской школе. Военная колонна США из 270 машин покинула Сирию и направилась вглубь Ирака. Убийство мирного гражданина Армении азербайджанским снайпером в присутствии миротворца было моральной пощечиной России Ашота Рутюнян. Мусульманки следят за армянской церковью Святого Георгия в пременции Мардин-дарик в Западной Армении. Кремль объявляет о подготовке к встрече Путин, Пашинян, Алиев. Ереван и Баку еще не подтвердили. Состоится выставка, посвященная 20-летию международной франко-армянской дружбы. Гора Катта, расположенная на высоте 2950 метров в селе Шернак на границе провинции Сегерт-Ван в Западной Армении, впервые была сфотографирована любителями природы. Согласно легенде, даже Александр Македонский не мог перейти гору Катта. Благодаря своей природной красоте гора стала одним из излюбленных мест любителей природы. Зима здесь суровая, вершина горы и склоны покрываются толстым слоем снега. А весной вместе с пробуждением природы открывается райский вид. Благодаря обильной растительности склоны гор приобретают самые красивые цвета в природе. Сюда приезжают туристы из разных уголков мира. Дорогие соотечественники, дети Западной Армении, вы тоже можете посетить колыбель наших предков, в том числе гору Катта, где вы обязательно встретите невиданно сказочную красоту природы. Моя тетя хотела, чтобы меня отправили в школу для католических монахинь, чтобы я могла выучить французский язык. Бабушка хотела, чтобы мы с сестрой ходили в мисбургскую школу, в которой учились девушки из богатых и обеспеченных семей с кифией. А тетя считала это бессмысленным. Она предложила отдать старшую в ученицы к портному, а младшую, которая была мудрая и послушно временно оставить дома. В конце 19 века французские миссионерские школы часто были очевидным выбором для общества, которое открывало для себя Европу. Полная версия доступна на нашем сайте. Командование США вывело колонну из 270 автомобилей в Северный Ирак с военной базы Хараб-Аль-Джир, расположенной в северной части сирийской провинции Хасака. Местные СМИ сообщают, что в составе колонны вошли 150 фур и 120 грузовиков с накрытой брезентом военной техникой. К сопровождению привлеклись сирийские демократические силы. Директор музея истории Шуши Ашот Арутюня рассказал в эфире телеканала «Западная Армения» о шагах, направленных на развитие армяно-иранских отношений, допущенных в дипломатической сфере ошибках, отметив, что на данном этапе подписание военно-политического союза с Ираном и нормализация отношения с Россией в новом измерении имеют важную роль. Он упомянул об убийстве азербайджанским снайпером мирного жителя Армении, показав, что Азербайджан игнорирует миссию миротворцев в Арцахе, в то же время не выполняет положение трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября. Мусульманки следят за армянской церковью Святого Георгия в провинции Мардин-Дарик в Западной Армении, которая была построена в 1650 году. Как сообщает akung.net, об этом написал сайт турецкой службы «Голос Америки». Источник сообщает, что эти мусульманки считают церковь священной для себя, убирают территорию и следят за ней. После геноцида армян здание церкви было конфисковано турецким государством и долгие годы использовалось для различных целей. Когда количество армян в провинции снова начало расти, в 1957 году церковь была продана местной армянской общине. В 2004 году восстановленная церковь была вновь открыта. Однако, поскольку в Дарике проживало всего два армянина, церковь осталась без присмотра. И о церкви заботилась жительница того же района Хатун Чачур, которая потом перестала присматривать за церковью из-за преклонного возраста и болезни. После Чачура, по словам источника, за церковью снова присматривали местные жители. Последний армянин Закария Сабун-Джу – единственный человек, который приходит сюда молиться. В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он подчеркнул, что здесь было семь церквей, из которых осталась только одна. Официальный представитель Кремля сообщил в воскресенье, что готовится трехсторонняя встреча лидера в Армении, Азербайджане и России в формате видеоконференции. Российское государственное информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что трехсторонняя встреча назначена на начало этой недели, хотя ни пресс-секретарь президента России, ни «Интерфакс» не сообщили конкретной даты. Ереван и Баку еще не подтвердили информацию. Более того, через несколько часов после вчерашнего заявления Дмитрия Пескова было опубликовано интервью премьер-министра Армении общественному телевидению, в котором он сообщил, что на данный момент нет договоренности о встрече 9 ноября. Официальный Баку пока не отреагировал на заявление пресс-секретаря Владимира Путина или на заявление МИД России. Пока не ясно, когда состоится трехсторонняя встреча, зато известны некоторые детали повестки дня, предстоящей трехсторонней встречи. В замке Бельвиль во Франции пройдет выставка, посвященная 20-летию армяно-французской дружбы. Эта выставка рассказывает историю Ассоциации, основанной на солидарности с жертвами разрушительного землетрясения 1988 года. Выставка включает в себя основные разделы работы под названием «Армяне в сердце французов», опубликованной в ноябре 2020 года, которая способствует развитию армяно-французской дружбы. Для участия в выставке вы можете приехать на поезде. Автобус будет предоставлен городом Гив-Сюр-Ивет. Выставка будет проходить по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 14.00 до 16.00, по середам и субботам с 10.00 до 18.00. Далее для вас армянская народная мелодия. Далее для вас армянская народная мелодия. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале телеканала Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!